Зеленую красавицу, которая совсем скоро будет стоять возле стен Кремля, отправляют по месту назначения. Ну а сзади меня происходит народное гуляние, люди веселятся, радуются, танцуют, все в отличном настроении. Предновогоднее гуляние прошло по-настоящему в русском духе, с огромным самоваром, из которого любой желающий мог успеть горячего чая, костюмированным представлением и заводными песнями. А повод самый, что не наесть праздничный. В столицу отправилась столетняя ель, которой предстоит украшать соборную площадь Кремля. Ее выбрали из 30 претенденток, и за всю историю традиции выбора главного новогоднего символа страны впервые ель отправляется в столицу Щелковского района, а именно из леса недалеко от деревни Еремина в городском поселении Фрянова. Конечно, это огромная гордость, это огромная ответственность, это, конечно же, в целом настроение новогоднее не только нашего района, Московской области, но и в целом всей России. Я скажу, что этот праздник вот 18 лет проходит, и в этом году, мне кажется, он наиболее хороший, красивый и удачный. Я также хочу поблагодарить за елку, которую мы повезем в Кремль, на Соборную площадь. Елка тоже одна из лучших, которые были за все эти 18 лет. Перед отправкой, как и полагается, еле светили, а повез ее на специально предназначенной фуре никто иной, как Дед Мороз, как оказалось, имеющий большой водительский стаж. Миссия-то ответственная. Совсем скоро нашу красавицу украсят, и она будет радовать жителей и гостей столицы все новогодние праздники. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».